Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 31 мая. Продолжаю рассказывать о формировании томатов. И вот Елена Александровна спросила про томат Казанова. Побольше о нем рассказать. Люди, кто первый раз выращивают, не знают, как формировать, не знают вообще, что он из себя представляет. Она попросила рассказать про особенности этого сорта. Я вот сейчас как раз скажу про формирование и расскажу то, о чем производитель нам не указывает на пачке. Но как обычно на пачке пишется, что это индотерминатный, высокоурожайный, двухметровый томат с плодами вытянутой формы. И вот смотрите, вы Казанова сможете отличить от других, даже вот в такой рассаде, например, если нет плодов, у него не только плоды вытянутой формы, у него, смотрите, какие бутоны. Бутоны тонкие и длинные, прям как ниточки. Они уже нам как бы намекают, что плод будет не обычной, а вот такой вот сарделькой. Ну и все. Смотрите, томат Казанова. Вот я его высадила, не помню точекового числа. Видите, вот начались уже пасынки. Так как он индотерминатный и производитель его рекомендует формировать в один-два ствола, то сразу все эти пасынки мы убираем, прям вот только они начинают появляться. Вот сейчас мне уже пора их все убирать. Ну, если про формирование конкретно говорить, то в теплице, как всегда, я нижние листья убираю в первую очередь, которые касаются земли. Вот эти все пасынки убираю. И вот когда он дорастает до размера, когда он раздваивается, рекомендация производителя – один-два ствола. Значит, мы можем смело оставить два ствола. Вот это основной ствол и лидирующий пасынок, который под первой цветочной кистью. Все. Вот у него первая кисть, вот у него вторая кисть. Если при посадке, при уплотненной схеме высадки, вот как у меня, два томата в одну лунку, то получается у меня к одному колышку четыре стволика. Если кто-то боится, что это будет густо, вы второй ствол можете в любой, как на любой стадии развития, в любой фазе развития растения убрать. То есть вот здесь будет один, два, тут вот расцвела, например, кисть. И вы видите, что у вас происходит загущение. Тогда после этой кисти и после двух цветков вы можете прищепнуть. Но если вы высаживаете один томат в одну лунку, то два ствола – это идеально. Вот я в прошлом году даже оставляла больше по три ствола. И в этом году я тоже рискну оставить три ствола. Я объясняла, почему я на таких томатах оставляю большее количество стволов, чем рекомендует производитель. Просто потому, что мне размер плодов не важен. И они… оставляю один или два ствол только у тех, от которых я собираюсь получить такой крупный здоровый плод. Эти сардельки, они от количества плодов не меняются в размере, что три ствола, что два ствола. А когда три ствола, они просто… Получается, что на более низком расстоянии от земли я получу эти свои пять-шесть кистей. Теперь скажу о том, чего не указывает производитель на пачке. Это, конечно, про капризность сорта. А, я забыла, что он указан, что это тепличный сорт. Все-таки выращивать его рекомендуют в теплице. Но в прошлом году я выращивала на улице, и вот это видео, где он весь увешан сардельками огромного размера, а не как дрова. Это было все на улице. В сибирском регионе, вот я живу в сибирский регион, Алтайский край, он вызрел прекрасно, он дал на улице огромный урожай. В конце концов, вот эти два томата, привязанные к палке, от обилия плодов, они завалились, палку сломали. Я вставила им железную трубу. Единственное, что мне было неудобно, но сильно высоко он растет. Он под два метра вымахал даже на улице. Я еле доставала вот эту уже верхушку. Прищипывать я его не стала, я его не прищипываю. Вот это еще одна такая особенность, что обычно вот недотерминатные прищипывают, для того, чтобы плоды укропнялись, чтобы они не мельчали. Я казанову не прищипываю, но растет, сколько вырастет все. Вот как упрется в верхушку, в теплицу, тогда, может быть, оборву там, потому что там все равно сгорит. И вот особенность, о которой не говорят, это его все-таки капризность. Вот смотрите, в прошлом году я ее высадила в теплицу и высадила на улицу. И нигде, блин, ему не понравилось. В теплице ему жарко, он начал, вот там есть видео прошлогоднее, он начал кучерявить листья. Он кучерявил листья один со всех сортов в теплице, остальные все нормально. На улице ему было холодно, ему тоже не понравилось. Он нижнюю кисть сбросил, когда вот эти все мои сибирские сорта выдержали, хотя он тоже сибирский сорт, но он сибирский сорт тепличный. Когда все сорта выдержали, вот этот холод, они как терпели из последних сил, но выдержали. Он сбросил первую кисть в знак протеста, и вот первая кисть у меня, как эти цветочки, вроде начинали цвести, и они все опали. Он, то есть, холод тоже не переносит. И тоже начал там менять форму листа, что-то она начала у него корявиться, вот так вот, когда было весной холодно. Но потом одновременно все выправилось, потому что в теплице жара вроде опала, у нас во второй половине лета стало более-менее нормально, и на улице стало не так холодно, как весной, а все-таки теплее. И вот, короче, он и там, и там капризничал, потом перестал, и начал уже во второй половине лета, начал щедро одаривать вот такими, начал вязать вот эти сардельки, вот эти пальчики, он был весь увешан, там кисти были такие огромные, там такие помидоры красивые, и красивые, и такие забавные, смешные, конечно. Вообще, сард казанова мне очень нравится, я его делала запеченным, вот, провански в духовке, и в баночках он для засолки, он очень удобный из-за своей формы, а не вот эти вот штучки-то, их в банку вот так вот прям наставишь, как палочки, сверху хоп, закроешь, особенно в литровые, вообще, там почти что никакого пространства нет. Но в таком случае надо, вы понимаете, что там воды тогда намного меньше поступает рассола, надо делать более концентрированный раствор, но это тема уже другого видео, кулинарного. Вот про томат казанова скажу так. Очень капризный, ну, как, в какой-то мере, вот в начале года он капризничал у меня в прошлом году, на улице ему было холодно, капризничал, в теплице ему было жарко, капризничал, он более такой прихотливый. Конечно, обязательно посынкование, обязательно подвязка, без этого он зарастет вот этими пасынками, я вам показывала. Формировать обязательно, формировать по рекомендации один-два ствола, если без разрешения, как я, можно оставить и три. Третий ствол в любой момент можете прищепнуть и убрать, так же, как второй. Один ствол, если хотите вести, один ствол без проблем, тогда вам будет легче, тогда вам будет проще, но он растянется на все два метра, вот до самого потолка. Эти шесть кистей вы будете, там последние колокольчики, будете голову поднимать туда. очень высокие, в открытом грунте сложно, вот мне, например, в коловой культуре сложно, нету такой длины колышков, во всем остальном, зато потом вот за эти мучения он вас наградит огромным количеством вот этих своих плодов, как дрова, как бак такие, как, не знаю, как их назвать, ну, не буду называть похабно, но такие штучки-пальчики здоровые, с маленькими дырочками на конце, ну, очень много будет, очень красиво, и рекомендую, и даже если у вас он отнимет немного больше вашего внимания, вашего ухода, чем другие, ну, вы останетесь довольны, хотя бы осенью нахохочетесь, развеселит вас точно, все, до свидания, это был сорт Казанова, необычный, оригинальный, такой не очень еще известный, он довольно-таки новый сорт, но уже полюбившийся и распространяющийся с огромной скоростью, это Казанова, прошу любить и жаловать.